Иду сейчас на встречу с Иваном Володькиным. Встречаемся мы с ним у центрального входа в Атриум на станции метро Курская. Вышел я из станции метро Чкаловска, с другой стороны. Он уже, по идее, должен быть здесь где-то стоять. Иван отписался, что уже на месте. Еще 15 минут назад, когда я только-только заходил в метро. Вот сейчас попробуем найти его. Вот он, главный вход должен быть в Атриум. Или не главный вход. Возможно, он перепутал входы. И ждет меня около ближайшего входа в метро. Непонятно. Я с Иваном ни разу в жизни не пересекался. Так только ВКонтакте фото видел и все. Атриум. Понятно, что ничего не понятно. Где он есть? Сейчас будем искать. Здравствуйте, бросил. Бросайте курить, ребята. Напишем сообщение, где он стоит. Написал ему сообщение ВКонтакте. Спрашиваю, ты где? Я уже в Атриуме. Он отвечает мне. Пишет. Возле. Отлично. Вроде сзади не идет. Гуляет, скорее всего, по Атриуму. Где-то рядом с Летуалью. Написал он мне сообщение. Скоро открытие. Атриум. Москва. Йота. Ёлки-палки. Я не помню, где находится Летуаль. Представляете? Но где-то же я видел это название. А, вон она где аж. Ёлки-палки. Опять идти на другой конец Атриума. Фридей ильпатио. Фридейс. А, это Фридейс. Точно. Ривгоши. Миллион. И где-то вон там, видите, написано. Летуаль. А, вот он где. Здорово, угадал меня? Да. Вот это же главный или какой вход? Это главный. Я уже и здесь был. Раз тебя нету. А я сидел вон там. А, ну ты, видимо, это, в телефоне втыкал. Ну я в телефоне втыкал. А, ну понятно. Что, пошли куда-нибудь где-то, присядем, выпьем по покальчику. Ты пьешь? Да. Ну и все, пошли. Я уже поднялся, в туалет сходил. Думал, пока ты там в это отвечаешь. Ты как в видосе участвует-то, нормально? Рекрасно. Готов, не готов? Я просто хотел записать твой опыт приезда в Москву. Ха-ха, опыт. Не, ну это же опыт. Ну сейчас тогда найдем, местечко где-нибудь где-то и присядем. Короче, давай, за встречу. Наконец-то мы с тобой пересеклись все-таки. А что, пишет тоже? Да, записывает. Короче, Ваня, 4 марта приехал в первый раз в жизни в Москву. Сколько тебе лет, полный? Мне 23. 23? Да, 23. Ну ты в Москву приехал заработать денег? Конечно. И уехать? Ну я думаю, как бы закрепиться. Закрепиться. Ну если понравится, да, там, ритм жизни, это, доходы, расходы, там, личная жизнь, то можешь даже остаться. Ну я как-то уже вливаюсь понемногу, нормально. Ну смотри, 4 марта. А сегодня у нас, ребята, 1 мая. Всех с праздничком еще раз. Ну практически два месяца. Ну да. Твои первые впечатления от проживания первых двух месяцев в Москве? Ну как-то смешанно вот все. Вот как вроде бы приехал, вроде бы в Москве, даже на Красной площади погулял. Ну и не видишь, как будто не верится. Вот все, думаю, как бы и сон, и сон. Как будто смотришь это в телевизоре, да? Ну да. Ты сам откуда? Я с Алтая. Алтай. Алтай. Это сколько километров от Москвы? Где-то тысячи три, наверное? Три с половиной. Я три дня ехал сюда на поезде. На поезде? Да. Ну офигеть. Три дня и три ночи? Ну да. Сколько стоит билет до Москвы? Четыре пятьсот, по-моему. У тебя плоскар? Нет, четыре с половиной, четыре шестьсот. Да, плоскар. Плоскар? У меня просто, знаешь, когда я приехал сюда, в восьмом году я сюда приехал, это было, и ни хрена себе. Ну да, в восьмом году, если в шестнадцатом году я записывал видос восемь лет в Москве, а сейчас, да, уже восемь с половиной лет назад, до этого я в Москве видел только парад, не знаю, салют. Да, кстати, тоже вот парад смотрел всегда по телевизору. Вот, и тут я нахожусь на красной площади, для меня это как-то, я не знаю. Не доходит, да, еще? Да, когда, знаешь, осознание того, что ты находишься в городе мечты, да, допустим, приходит позже намного это осознание. А потом уже, да, вот там, прожив 3-4, там, 5-6-7 лет, да, проходишь как обычное явление. И в основном на красную площадь ведешь гостей, которые к тебе приезжают, либо, ну, так же, там, заработать денег в Москву, либо просто, там, мать приезжала, тетя, дядя, да, братья, сестры. Ну, и, короче, ты за эти 2 месяца уже устроился на работу? Ну, да, я сначала пытался, как бы, и продавцом-консультантом устроиться здесь. Здесь, в Москве? Да, я тем только не пытался устроиться. Ну, потом вспомнил, что... Ну, не получалось утраиваться? Да, нет, конечно, там же, как продажники, они, как, должны, как бы, у них особое осознание должно быть. А, ну, а такие вот, там, бургеры, KFC, Макдональдс, ты и сам не хотел, да? Как бы за 20 тысяч работать еще и снимать, ну, а смысл? Ну, да, да, согласен. Даже на еду бы не хватало. Ну, пришлось, думаю, пойду на свою работу, на свою старую работу. А, ну, то есть ты уже работал у себя в городе водительной, да? Да, я все год водителем вот работал. То есть ты сейчас водитель автобуса? Троллейбуса. Троллейбуса, да. По Москве катаешься? Уже сколько работаешь? Ну, я работаю почти 2 недели, как бы, официально, вот, все. До этого я стажировался, 100 часов стажировки у меня было. Нужно накатать, ну, 100 часов, как за темно. Ну, ты стажировался с другим водителем? Да, с другим водителем, с наставником. Ты рулил? А наставник контролировал, как ты рулишь? Сначала я маршрут учил, как мы с ним ездим. А потом он меня за руль пустил, и все, говорит, давай, вперед. Тяжело, как там, в учении, легко в бою, да? Да, самое первое отличие вот этой работе по Москве, это даже вот не трафик какой-то, расписание. Расписание движения очень бешеное, оно как бы меняется. Там интервалы маленькие между контрольными пунктами. Нужно быстрее, быстрее, быстрее. Контрольные пункты, это какие-то определенные остановки? Да, по Глонасу, еще Глонас здесь, я без Глонаса работал. Постоянно за тобой следят. А, то есть там ты у себя в городе работал не по Глонасу? Там простое расписание, не Глонаса, просто диспетчера на конечной станции. А здесь нет, здесь Глонас смотрят. Тоже, ну, там и те же самые диспетчеры, просто они сидят за компьютером и за тобой, наверное, да. Да, они за компьютером смотрят, где... И хорошо, но если ты, допустим, не успеваешь, они тебе сообщают, что нужно успеть, или как? Нет, они не сообщают, если я не успеваю, уже отстаю от графика больше, чем на 10 минут, 9 минут. Ну, я еду на разворот, на полкруга, если есть разворотка. А если не успеваю на разворот, отстаиваюсь на полечном, и все, и встаю в расписание. А, ну, а как вот проблема с пробками, да? Ты же должен, например, в конечной точке быть там, у вас только там. А пробка впереди? Ну, все, пробка, как я, через нее, что ли, перелечу? Ну, тоже, операторы все это тоже видят, пробки, да. А сколько у тебя, смотри, маршрутов? От одной, конечно, до другой, конечно, по времени занимает. 1.05. 1.05. Это вот, как, круг такой, полный. А, то есть ты вернулся на точку, от которой прибыл? Да, полный круг, 1.05. Я круг сделал, и все. А вот в час пика она, 1.05. А с утра я, допустим, выезжаю, там, выезд, допустим, с парка, 5.30 утра. У меня 48 или 40, 49 минут, короче, круг я это должен сделать. Потому что утро? Потому что, как бы, нет трафика, нет особо людей, и сокращается время этого круга. Ну, смотри, ты же на троллейбусе, да, если подъезжаешь, допустим, ну, там, у тебя в салоне там 3-4 человека утром, допустим, да, там, в 5 часов утра, ты видишь, что установка пустая, людей не стоят. И у тебя там 3 человека сидит, никто не планирует выходить, ты все равно должен остановиться и открыть дверь? Все равно остановиться, в любом случае, да? В любом случае, открыть первую дверь, всегда. Даже если там стоит. Первый это на вход, который? Да, первый дверь заход. А, все, понял. Если стоит, никто не стоит, остановился, открыл дверь. Буквально там 20-30 секунд и закрываешь, да? Ну, не 20-30, просто открыл, чуть-чуть там, секунды 3 и закрыл. А, вот, таким образом. Смотришь, вдруг человек там бежит, кто-нибудь там, не успевает. Тебе нравится твоя работа? Ну, честно сказать, работа нравится, но есть такие нюансы, как работа с пассажирами, с людьми. Ну, то есть, как, с народом, да, получается? Если контингент попадает, кто-то, кто-то, кто-то благодарит, кто-то ругается, кто-то вообще материть начинает. Кто материт, бабки в основном матерят? Ну, какие-нибудь подвыпившие люди. Бывает и бабки. А ты продаешь, у тебя есть там контролер, у тебя есть там, или ты продаешь билеты? Я продаю единые, да, билеты. Я еще должен успеть продать его. А продать я могу только на остановке, когда отрывы пустые движения запрещены. И то есть, в час пик там такая колбаса устраивается, да? Да. Чтобы зайти. Так, хорошо, это по работе. Теперь. Ты сюда ехал, у тебя здесь есть друзья, родственники, знакомые, да, которые тебе помогли с жильем. Ну, у меня друг есть один. Так, ты к нему, получается, ехал. Ты сейчас с ним живешь? Нет, мне как бы, мне дали общежитие бесплатное. А, то у тебя от работы общежитие? Да, бесплатное общежитие. Я помню, ты мне рассказывал, это для зрителей, которые не в курсе событий. Общага у тебя, да? Да, очевидно. Ну и сколько стоит сейчас общежитие? Бесплатное. От работы? От работы, да. Ребят, прикиньте, красота, да? Ты на жилье вообще деньги не тратишь? Я вообще, я даже на проезд деньги сейчас не трачу. Нет, буду. Рассота. У тебя, получается, расходы, это еда, ну и все. Только еда. Ну, четко. Четко. Хорошо, теперь за ПМ. Ты, когда сюда ехал, на какую зарплату ты рассчитывал получать? Ну, хотел какую зарплату получать? Ну, я хотел хотя бы там 40 тысяч каких-то иметь. Ты получаешь 40 тысяч? Я получаю 52 тысячи, это средняя зарплата. То есть ты как начинающий водитель, да? Ну, почему? Есть, короче, ставка повышенная. Это водители, которые работают, там, у них выслуга лет считается. Ну, как в полиции, где-нибудь еще. Выслуга лет и именно в этой компании? Или вообще стаж водительский? По-моему, в этой компании, да. То есть то, что ты год отработал у себя в городе, не канает здесь? Нет, и плюс еще есть классность. Первый, второй, третий класс. Первый класс самый высокий. Ну, и влияет все это на зарплату? Конечно. То есть ты сейчас, получается, давай, дорога, ты же скажешь, что я перебиваю постоянно это? Тарифная ставка есть. У водителя, допустим, первого класса, они сейчас здесь получают 219 рублей. У меня третий класс. Это что такое 219? За час работы, час на работу на линии. Так, а ты сколько у тебя в час выходит? У меня выходит около 200, 196. А у них 219. Ну, то есть получается, ты сейчас крышу сюда, получаешь 52 тысячи, но ты как бы самое первое звено. Я с подработками получаю. А, хорошо. А подработки у тебя как там? Задерживайся в течение рабочего дня, либо берешь дополнительный 6 рабочий день в неделю, вот как у тебя? Свой выходной. Работаешь в свой выходной и выходишь? Да. Там двойная еще тарифная ставка идет. Вот, допустим, я бы в обычный день в свой рабочий получил 196 рублей, а вот... За час. Ну, допустим, 400 рублей за час. Тебе выгоднее работать в выходной? А можно ли работать 7-0? Нельзя. Водитель может... В любом случае должен быть один выходной, да? Да? Да, да. У тебя хоть как? То есть 6-1 можно работать? Да. А один выходной должен всегда быть. В любом случае. Слушай, ну а графику у тебя какой там? Восьмичасовой рабочий день, либо 12-часовой? Ну, обычно 8-часовой. Плюс час обеда? Ну, да. Это час обед, но он уже включен. Тогда получается 9 часов должно быть? Да. 9 часов есть 8 часов. Ну, смотри, обычно как получается, допустим, я прихожу в 9 на работу, у меня там с 12 до часу обед, обед не включается в рабочее время, и в 6 я ухожу. Он как-то не оплачивается. Ну, да. Ну, то есть, получается, я на работе нахожусь с 9 до 18, это ровно 9 часов. У тебя примерно так же получается. Или как у тебя? Ты начинаешь рабочий день, сколько? В полтретьего, да? Я в полтретьего встаю. А, фу, мне. Встаешь, хорошо. Да. Ты открываешь дверь работы, скажем так, во сколько? Вот выезд у меня из парка, допустим, тут был 6-го, и где-то до полтретьего я работаю. А тебе сказали так работать, либо ты сам выбрал? Почему? Чтобы именно вот утренние часы. Вот можно как бы с утра работать, можно во вторую смену работать. То есть ты выбрал, да, с утра работать? Да. Это как бы лучше. Успеваешь что-то поделать. Ну, уже после работы. Ну, получается, ты с 3 часов уже свободен, да? Ну, да, вполне. Единственное, нужно рано лечь спать к тебе. Ну, чем раньше, тем лучше, чтобы выспать все хорошо. Ну, вот ты говорил, что стараешься около 9 ложиться спать. То есть тебе хватает, да, этих, ну, что когда, 5,5 часов сна? 5,5, можно в 3 встать, попозже. Ну, обычно как бы за час встают. Ну, это... Кто-то в припит вообще встает. Ну, допустим, автобус везет в парку, 4,05, допустим, на взводку. Они встают без 15,4. Дома. Быстро подорвался. А, подожди, в общаге. Да. Питание у вас за свой счет или есть какие-то столовые? В общей счет. А, общественных столовых нет, да? Ну, что у тебя в среднем уходят на питание? Я пока еще не считал. Ну, в день в среднем. Ну, в день, допустим, я ем на 200 рублей. Ну, это с учетом и обеда, и с учетом там завтрака, обеда, ужина? Ну, это с учетом обеда на работе. На конечной станции, как бы кафе. Стабильно у тебя 200 рублей обед? Ну, это бы пюре беру, похорочок, компот, 2 кусочка хлеба и 200 рублей включаю. Ну, 200 рублей, сколько там, на 30. Это 6 тысяч. И, короче, у тебя на еду будет уходить десятка, грубо так, да? Может быть, там плюс-минус 2-3 тысячи. И все остальное нормально. Ты скажи мне, ты поставил себе цель? Цель? Да. Рассчитаться с долгами, вопрос, я как бы долги оставил. Кстати, насчет долгов. Почему мы сейчас с Ваней пересеклись? История вообще трешовая. Я Ваню знаю, ну, как подписчика, да? Мы с тобой списывались в ВКонтакте, там, и в перескопе ты мне писал. Знаю его давно, где-то, наверное, уже год, может быть, даже полтора. Примерно. Ну, я как бы начал раньше смотреть. Да, он еще тогда, в то время, он рассказывал, да, что, ну, планирую приехать в Москву. Сейчас денежек подокоплю немножко. Проходит время, вот год-полтора, он денежки накопил. Приехал в Москву. Ну, пока ты сюда ехал, когда уже приехал, первое время, да, мы все списывались, все нормально. Или я, то есть, ну, следил за твоей жизнью, получается, все. Ты за моей следишь, я следил за твоей жизнью. Вот, и тут в один прекрасный момент, когда ты уже начал устраиваться водителем троллейбуса, попал в такую ситуацию, что не рассчитал деньги. То есть, там тебе нужны деньги были... Нет, подожди, там была ситуация, что ты заплатил за обучение, и надо было тебе заплатить за корочки, да, какие-то, или за документы какие-то. Ну, я как бы заплатил за обучение, за медкомиссии, все, у меня денег почти не осталось. Ну, ты на эти деньги не рассчитывал? Ты думал, на все будет, ну, как бы, либо бесплатно, либо там все зарплатно. То есть, люди, как бы, в общежитии бесплатно заселить. А получается, то, что сроки сдвинулись чуть-чуть, и, как бы, я остался на улице. Я пришел снимать где-то там квартиру, да, либо комнату, либо что? Ну, комнату. Ну, в хостеле ты снимал, да? Да. Со скольки, со скольки людьми ты жил? С 12-ю. С 12-ю. С 700 рублей в сутки, наверное, да? 600. 600, ну, примерно, хостел, контингент какой-то там был? Ну, как бы, разношерстный контингент. Разношерстный контингент. Да. И вот, смотрите, ситуация такая, что сдвинули сроки, немного Ваня не укладывался в сроки, соответственно, бюджет прямо вот по самое горло. Тут пишет мне, так и так, устроился, все, последние там буквально дни остались, да, там, сколько, неделю, чтобы пока устроюсь, денег можешь занять. Блин, а я уже у самого там, блин, ну, крапаль был, говорю, только 500 рублей смогу занять. Он говорит, блин, ну, уже хорошо, уже хотя бы могу ездить на работу, понимаешь? Уже не пешком ходить, да, там я? Все, переслал. Ты мне, как сказал, с первой же получки отдам. Вот, сейчас ты работаешь две недели уже, получается, даже чуть больше. Да, сразу как вырвался. Нет, ну, правильно. Хорошая, правильная позиция, да. Только появились деньги, лучше сразу долги отдавать. Все, мы пресеклись, он мне вернул 500 рублей, красава. Уважаю, уважаю. Я вот, если занимаю, вдруг, я стараюсь при первой же возможности отдать, а не копить, понимаешь? Потому что они накоплю, что накоплюсь. Вот такая ситуация. Так что, ребята, помогайте друг другу. Рука-руку моет обе лица. А лицо это общество наше. Даже как бы в кавычках друзья у меня остались. Мы помогли. А ты, ну, ты же многим кому писал, да? Я многим писал. Даже друзьям старым, которым, я знаю, там, 15 лет, допустим, выросли вместе. И что, 500 рублей никого не было? Говорят, ну, братан, понимаешь, у меня тоже, я на мили, у меня ничего нет. Но я говорю, ты сидишь у себя в теплой квартире, и как бы я остался на улице уже почти, и где надо где-то рекомендоваться. Скажи мне, сколько человек тебе помогло? Сколько человек? Человек пять помогло? Ну, родители помогли. Это основная доля? Да, основная доля. Ну, а из друзей? И один товарищ, и все. То есть, родители, и, получается, я, и еще один товарищ. Три человека. Ну, как бы, мама, папа, понятно. А писал я многим, я что-то не десяти человек писал. Ребята, ну, это суровые реальности нашей жизни, понимаешь? Я вам расскажу ситуацию, да? Ну, для тебя скажу, одноклассник. Для камеры я это не буду вставлять. Короче, старый-старый знакомый, которого я знаю со школы, осенью мне пишет, даже звонит. Игорян, привет, так и так. Что-то эвакуатор забрал машину, нужно срочно ее, ну, из базы вытаскивать. Нужно две тысячи. А мы с ним ни разу финансово, ну, не контактили. То есть, мы никогда не занимали друг у друга, ничего. Ну, знают со школы, да знают со школы. Я думаю, ну, без проблем, он все говорит, а там в конце недели. Ну, до конца недели там оставалось два-три дня. Да не проблема. Что там, две тысячи. Тут же перевожу, два рубля, все нормально. Конец недели, он первый отписался. Бля, Игорян, куда-сюда, блин. Послезавтра. Ну, не вопрос, мне не горит. Через неделю. Тишина, я уже начинаю переживать, нервничать. В итоге. Сейчас, это было в сентябре, сейчас первое мая. Две тысячи я так и не увидел. Офигеть. Ты понимаешь, блядь, я учился в школе лет 17 назад. Я знаю его, ну, всю жизнь свою знаю практически, да? То есть, никогда не было каких-то терок там, у нас всегда дружеские отношения. А вот человек в 32 года, он не научился правильно финансово распоряжаться. Понимаешь, ты сегодня не отдал, завтра я тебе уже не займу. Конечно. А также я могу рассказать одному второму третьему, они тебе тоже не займут. Зная, как ты со мной обошелся. Непрасиво. А Ваня, вот, яркий пример, что, блин, красава. Я прям, конечно, я вот это прям уважаю, молодец. Вот, теперь построение цели, смотри. Ты вообще видел этот видос, 8 лет в Москве, это, несмотря? 8 лет в Москве, но который на перемотках как бы видел? Ну, я записывал его, блин. Не, ну, там как бы сборка там, получается. Нет, нет, нет. С разных видосов. Не, 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 не смотрел. Мы там сидели на кухне, я, сестра и брат, и анализировали, что мы там за 8 лет в Москве этой били. Просто я к чему клоню к тебе. У меня отмер за 8 лет, из-за того, что не было целей, я не ставил себе никаких целей. Я эти 8 лет просто прожил, проебал. Ну, грубо я тебе скажу, да. Сейчас, допустим, у меня есть цель. Первая цель, там, отдать кредит. Вторая цель, я уже наметил себе, там, комнату вставлю, полет. Мне тоже отдать кредит. У всех кредитов. Вот, то есть смотри, построение цели. Забей себе, вот, реально, что ты хочешь. И иди к ней, планируй бюджет. Что-то, знаешь, это, ты уже как-то науку, получается, съ*****. Симонову въехал, вот, вот сюда, вот, по ноге. Он заорал Симонову. И этот шилов сразу понял. Он, давай его пиздить по этой штуке. Ну, по-больному не ест. И выигрыш. И все. Так, ну что, Ваня, рад был тебя видеть. Я тоже. Вообще, красавчик. Да, селфи вообще. Бля, точно. Да. Сейчас, короче, сделаем селфи, замутим. Спасибо Атриму за то, что нас принял. Гвест. На этом все, ребята. Ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И пишите комментарии какие-нибудь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok